33 тысячи людей пострадали из-за войны на Донбассе. Таковы данные мониторинговой миссии по правам человека ООН. В обнародованном отчете, в частности, отмечено, что с ноября по февраль под обстрелы попали 130 мирных жителей, 23 из них погибли. Тему продолжит Инесса Занина. Сначала агрессии России на Донбассе, по оценке мониторинговой миссии ООН, на востоке Украины погибло 9 940 человек. Из них более 2000 гражданские лица. А из 23,5 тысяч раненых от 7 до 9 тысяч мирное население. В общей сложности мы задокументировали 33 146 убитых и раненых среди гражданского населения, вооруженных сил Украины, а также вооруженных групп. Минский процесс может решить проблемы гуманитарной катастрофы, которую наблюдатели фиксируют на Донбассе, говорят в мониторинговой миссии. Но договоренности не выполняются, особенно в части допуска к пленным. Украинская сторона не скрывает от международных наблюдателей тех, кого содержат в СИЗО и тюрьмах. В то же время фейковые ЛНР и ДНР не предоставляют им такой возможности. Мы должны еще получить доступ к территориям, которые контролируют вооруженные группы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где продолжают лишать свободы неустановленное количество людей. Есть предположение, что они могут подвергаться жестокому обращению, пыткам, в том числе и сексуальному насилию. Особенно мы обеспокоены тем, что нам не разрешают конфиденциально общаться с задержанными. В Крыму также нарушают права человека крымских татар и инакомыслящих. На аннексированном полуострове принуждают признать свою вину под пытками, говорит Фиона Фрейзер. Там охоту устроили на адвокатов, которые защищают права человека в судах. Власть в Крыму прибегает к принудительному задержанию, пыткам и жестокому обращению. Арестованных продолжают принудительно переправлять в Российскую Федерацию, где мы задокументировали случаи отказа от медицинской помощи и, по крайней мере, одну смерть задержанного. Мы задокументировали новую тенденцию. Это незаконное вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов в громких делах, касающихся прав человека. Повлиять на подобную ситуацию миссия не может. В то же время там возлагают надежды на диалог омбудсменов Украины и России. Возможно, им удастся договориться об отбытии наказания узниками крымских властей на территории Украины.